Информационная программа новости в эфире. С вами студия Лена Маврина. Здравствуйте. Заянск почтил память бывшего главы администрации Заянского района Рината Фордива. Дважды в год, в день его рождения, в день памяти, у памятника в парке звучат его любимые мелодии. Заянцы каждый год собираются в парке имени Рината Фордива. Возле памятника недопетая песня. В день памяти 7 ноября здесь собрались представители муниципалитета, бывшие коллеги, общественность района. 30 лет своей жизни Ринат Фордив посвятил Заянскому району. И вот уже несколько лет его имя носит одно из образовательных учреждений города – Татарская гимназия. В городе проходит турнир по национальной борьбе, посвященный его памяти. Его имя носит и любимое место отдыха горожан – парк на речке Кармалка. Рината Шаеховича нет с нами уже 15 лет. Он оставил добрый след на Заянской земле. Подножию памятника были возложены живые цветы. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заянского. В Заянском районе 796 многодетных семей получили земельные участки под индивидуальное жилое строительство. На территории старой части города 108 семей оформили участки под строительство домов. В этом году была проведена большая работа по инфраструктурному развитию на ряде улиц. Жителей пригласили на собрание в районный дом культуры, где прошла встреча со специалистами. Улицы Кухарева, Ударная, Спортивная, Братская, еще ряд улиц сейчас старой части города – место строительства новых домов. Пока и здесь немного, но в этом году была проделана очень большая работа по газификации. Обсыпки дорог в целом по инфраструктуре. Так что сейчас темпы строительства должны ускориться. То, что туда подводят газ, вода будет, электричество, дороги – это очень замечательно. Тем более здесь в сельской местности. По мне, я сам больше любитель сельской местности. Поэтому для меня это очень большое значение имеет. В 2011 году получили землю. Но на данный момент не ведется строительство пока. Но вот эта программа, конечно, нас выручила бы. То, что дорога, газ проводят – это большая помощь. В Занске-2 сейчас участки под индивидуальное жилое строительство оформили 108 многодетных семей. Все улицы новые, так что потребовалась очень большая работа для того, чтобы люди могли начать строительство домов. Нужно электричество, дороги, газ, вода. Сейчас часть коммуникации подведена. Проложен газопровод, более 6,5 километров газопровода к 165 земельным участкам проведено. Значит, выхода газопровода у каждого участка сделаны уже. В этом году планируется до конца года все строительные монтажные работы закончить и произвести подключение. Поэтому уже можно вести строительство живых домов. На сегодняшний день все заявители, которые подали заявление, они, по сути, все электроснабжены. Из тех участков, которые получили межевание, порядка 10% уже электроснабжены на сегодняшний день. Всего под строительство домов для многодетных семей в городе оформлено 613. Участков 183 приходится на сельскую местность. Работа по инфраструктуре проводится и в других микрорайонах, где выделены участки для многодетных семей. Это воздвиженка «Мирный». На этот год по Старому Заинску у нас отработана подъездная дорога с переходным типом покрытия, подведение газа и разработана скважина и проведен водопровод. Это по Старому Заинску. Освещения нет там? Освещения пока нет, потому что никто не живет, соответственно, зачем затраты. По воздвиженке у нас на данный момент, получается, развили воду, начали делать дорогу, на следующий год ее продолжим, ну и в принципе все. Плюс у нас планируется работа по 14 микрорайонам, в этом году там газ сделали, разработан проект по водоснабжению, после воды будем укладывать дорогу. Жители микрорайона Заинск-2 были приглашены на собрание, где была организована встреча с руководителями службы жизнеобеспечения, где на месте можно было получить консультацию, решить свои вопросы. Они касались оформления разрешения на строительство, льготных программ, подключения коммуникаций и многое другое. По всем вопросам участникам встречи рекомендовали обращаться в исполнительный комитет, где обещали всестороннюю поддержку. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Новости Заинска. Заинские волонтеры отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. На этот раз машина отправилась в госпиталь Луганска, где волонтеры отправят груз в рубежные и полевые части. Принесли новые вещи, вкладываем все, футболки, все в госпиталь. Огромное количество одежды, продуктов, от сладостей до тушенки, медикаменты, памперсы, полную машину буквально за сутки. Собрали жителей Заинска для госпиталей. Машина отправится в Луганск, рубежные уже оттуда. Волонтеры доставят груз в полевые госпитали для раненых бойцов. Вечером мы дали объявление, и за вчерашний день мы собрали огромное количество людей, несли прямо с самого утра. Все, и трусы, и носки, и рубашки, и брюки, еду всякую, несли все, что возможно. Печенье, конфеты, рыбу сушеную, ну там, медикаменты вообще принесли две коробки. Кроме предметов первой необходимости, в госпитале бывают очень нужны книги. Ребята, которые идут на поправку, их с удовольствием читают, и поэтому сюда их приносят целыми пачками. На призыв откликнулись не только жители, но и целые трудовые коллективы в машину загрузили дружно. Отвлеклись от основной работы плетения сетей и вышли на погрузку. Огромные слова благодарности нашим жителям, нашим заинцам, потому что это за один день собрать практически газель. Мы сами были в шоке, потому что люди несли и несли, и деньги перечисляли, чтобы мы купили медикаменты. Воспользовавшись моментом, волонтеры поделились приятной новостью. Им было передано благодарственное письмо от командования войсковой части 21-208 бригады спецназа. Несколько месяцев назад кричь о помощи был брошен от разведчиков спецназа. От Татарстана нужно было 11 маскировочных сетей, 8 из которых сплили в Заинске. Наш заинский цех отработал 8 сетей. Мы сплили за 5 дней. Они были безмерно благодарны. Прям вообще у них обратная связь была. Мы все слушали и плакали по их голосовой. Центр волонтеров продолжает сбор гуманитарной помощи и ждет всех, кто хочет помочь нашим бойцам. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска. Заинский район продолжает работу по набору граждан на службу по контракту. В 2023 году более 100 человек из Заинского района заключили контракт с Министерством обороны. В Заинском районе продолжается набор на службу по контракту. Количество желающих заключить контракт растет. Как отметили, в Заинском военкомате в первую очередь служить идут из чувства патриотизма. Сегодня существует ряд единовременных выплат, которые предусмотрены для контрактников. Министерство обороны 195 тысяч рублей. При заключении контракта от Республики Татарстан, указом Раиса Республики Татарстан, выплачивается 305 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт после 31 августа 2023 года. Это относится и тем гражданам, мобилизованным в 2022 году, если они заключили контракт после 31 августа, и гражданам, поступившим на военную службу по контракту при прохождении срочной службы. Также ДОСАФ Республики Татарстан выплачивается 105 тысяч рублей тем гражданам, которые имеют профессиональную категорию водительского удостоверения, категория С. В дальнейшем при участии специальной военной операции денежные выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, в зависимости от выполняемых задач и воинской должности, от стажа службы. Гражданин, заключивший контракт, в общей сложности получит 605 тысяч рублей одновременной выплаты. Средства он получит сразу, как только приступит к военной службе. Далее каждый месяц размер денежного удовольствия составит от 204 тысяч рублей. Граждане, которые выбрали службу по контракту, должны в первую очередь обратиться в инкомат. Здесь проверят состояние здоровья и дадут рекомендации. Документы также можно подать, воспользовавшись электронными сервисами госуслуги и личный кабинет на сайте Министерства обороны. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Новости Заянска. Подписная кампания в самом разгаре. Успеть им подписаться на районы газеты «Зайфы Клары» и «Новый Зайф». Время еще есть. Срок подписки до 31 декабря. У Заянцев еще есть время, чтобы успеть подписаться на районы газеты «Новость Зайфы Клары», чтобы быть в курсе самых свежих новостей города и района. У нас сейчас идет акция «Подпишись сам, подпиши родителей». Очень активно участвуют образовательные учреждения, детсады, школы, «Заинская ГРЭС». Одним из первых подписались ДК «Энергетик». Стоимость редакции 550 рублей для организации 650, через почту 906 рублей для организации 996. Справки можно получить по телефону 730-96. Среди наших подписчиков очень много тех, кто выписывает районы газеты не один десяток лет. И редакция очень дорожит верными читателями. Районы газеты выписываем уже, как в Зайфе живем, очень давно. С интересом считаю, очень интересные материалы. По тематике все нравятся, так как там все знакомые лица, о знакомых людях. И она очень интересная, очень познавательная. Очень многие читатели предпочитают именно бумажный формат новостей. В наш информационный век нашу цивилизацию можно уничтожить, выключив рубильник. А если не будет электричества, то не будет работать ни интернет, ни сайты, ни соцсети. Мы посмотреть не сможем. А бумажные газеты мы можем посмотреть всегда. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Зайенска. Это было все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Как будут развиваться события, мы расскажем в следующем информационном выпуске в пятницу. Ну а прощаюсь с вами. До встречи. По прогнозам синоптиков, 8 ноября в среду в Зайенске ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем плюс 8. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...